С Верой в спорт Лолита Андреевская Инга Пентина Валерия Виноградова Диана И Дмитриенко Маргарита Здравствуйте А полный состав сколько человек включает? В нашей команде Примерно человек 12 То есть здесь поместилось Ровно половина Отлично И давайте, наверное, расскажем Как каждая из вас попала в черединг Человеки-то, представляете, все рассказываете по очереди Итак, начнет у нас Марина Всем добрый вечер, меня зовут Плотникова Марина Ну я раньше занималась Художественной гимнастикой И для меня важно, чтобы В команде всегда был Сплоченный коллектив И в принципе, так как у меня хорошая растяжка Мне надо было заниматься не какими-то танцами А, ну, то есть не хип-хоп Не модерн, а что-то более Такое профессиональное И что у нас известно в Кировской области Я открыла группу ВКонтакте И нашла объявление, что требуются Требуются девушки в наборы в группу по чирлидингу Я написала девочкам И тогда, если честно, не различала Я написала сначала одной, потом второй Да, дичинки-двойняшки, да? Вот И я им написала И спросила, сколько будет занятий И в какое время Вот Потом мне еще рассказали Там все нюансы в команде И то, что в принципе Как раз таки есть Шпагат, допустим, делают Там перевороты Это вы уже все умели, да? Да, все, что мне нравится И вот, в принципе, я решила Что тоже буду Участвовать в соревнованиях с ними Мне это все очень понравилось И еще мне понравилось то, что у нас Очень красивые костюмы Да Вот Те, кто смотрит сейчас видеозапись Могут это оценить Вот И меня эта тема очень зацепила И я решила, что вот все Я буду в чирлидинге А в каком году это было? То есть вы сказали, что хотели поступить Заниматься именно тем видом спорта Который был популярен в Кировской области То есть чирлидинг тогда уже был популярен? Ну, я начала заниматься Вот, получается, с 17-го года, с сентября Вот я пошла на первый курс в Вятгоу И вот я как увидела объявление И сразу же пошла заниматься Отлично Лолита, ваша история Моя история началась с 2011-го года О! Значит, мы еще учили в школе И прошел набор в команду по чирлингу В США, в город Белых Луниц Значит, ну, естественно, нам очень захотелось Принять участие в нем И мы любили прыгать, скакать, ну, заниматься Там растяжка, акробатика, все входило Вот, мы пришли, нам очень понравилось И мы решили, что мы никогда, ну, не бросим это Это по душе И вот с 2011-го года мы занимаемся до сих пор Это уже, получается, седьмой год Вот, и еще продолжу заниматься этим делом А вы сейчас на каком курсе? На третьем На третьем И вот уже семь лет занимаетесь А конкурсы тогда прошли? Белых Луниц Конечно, это был набор Вот Было много, в принципе, ну, девочек И у нас осталось девять человек тогда Только зарождалось все Вот Ну, дальше мы начали танцевать Выступать на мероприятиях И привлекать девочек И у нас потом уже прилично было Ну, о специфике черлининга мы чуть позже с вами поговорим Что это такое, как спорт И как эстетически прекрасный вид искусства Инга, ваша история Ну, моя история началась буквально недавно Занимаюсь я здесь около месяца А узнала черлининги еще, когда училась в 11-м классе Когда еще думала, куда буду поступать И вот когда решила, что буду в ВятГУ Захотела заниматься именно черлинингом Но узнала то, что идет набор я очень поздно И когда написала, там уже был перебор Поэтому меня тогда не взяли И решила после Нового года еще раз написать Как раз ушли некоторые девочки Освободилось место И меня пригласили сюда Вот Занимаюсь, как я уже сказала, около месяца Но за это время уже многому научила Сумела научиться И мы много где выступали Очень нравится Об этом тоже чуть позже поговорим Пока интригу сохраним Валерия Всем привет Моя история началась тоже Мы с девчонками, Рита и Лолиты Ходили вместе в черлининг В белой холунице А, у вас было трио? Да Вот, там остались именно сильнейшие Это мы остались Вот Как-то потом переехали уже в Киров И девчонки решили тут создать черлининг И позвали меня Был тоже отбор Вот Я в этот отбор попала И вот И начала тут заниматься Мне очень нравится заниматься черлинингом Я очень хотела Сначала у нас тут не было В городе Кирове А когда переехали девчонки И у нас снова черлининг появился И я очень хотела И мне девчонки взяли И мне очень безумно нравится Особенно выступать на играх Поддерживать мальчиков Спортсменов Мне очень понравилось Замечательно Диана Моя история Знавать черлинингом длится три года Сколько существует наша команда Попала я Поступила на первый курс Познакомилась с девочками С безняшками И они сказали, что хотят Открыть команду Открыть команду поддержки Черлин Я сначала не понимала О чем они говорят Но потом они мне объяснили И мы вместе с ними создали команду У нас проводился первый кастинг Оттуда мы набрали девочек Сколько мы набрали? Десять где-то Ну примерно Десять девочек И так я там и оказалась Так и попала в команду То есть через знакомство с девочками Ну и Маргарита тоже одна из основательниц Таким образом Что все это движение в Киеве Да У меня такая же история Как и у Лолиты с Лерой Все началось с 2011 года Тренер ходила Как раз Приходила сама в школы Сама звала девочек И помню у нас была перемена И она пришла К нам в класс И позвала Много девочек пришли из класса Но вот остались только мысли И ты вдвоем Вот Самые стойкие Да Еще был плакат Помню на стенде в школе Там набор девочек Я подумала Что уже команду набрали И как бы Ну не стоит приходить туда Вот А тренер сама пришла Позвала Здорово А вы на разных факультетах все учитесь? Да На каких? Ну я учусь на экономической На экономической безопасности Мы учимся на спортфаке Я учусь на факультете Компьютерных и физико-математических наук Это вообще мне кажется От черединга далеко должен быть от спорта Факультет физическая культура Также факультет физико-акультуры Также факультет физико-акультуры Большинство вот все-таки по направлению Да Вот и здесь Для девчонок Тех кто Не с факультет физико-акультуры Это получается какое-то дополнительное хобби Такое дополнительное Объединяет Объединяет Да Вот именно Вы начали мы говорить с вами О зарождении Черединга Скажем так Кировской области Девчонки Потому что вот вы как раз Я являетесь Становоположницами Этого всего движения А вообще, как чирлидинг появился, зачем он появился, что это такое? Расскажите. Ну, вообще, чирлидинг возник в США. Обычно она всем известна. Мы это видим во всех фильмах. Во всех фильмах. Вообще, первым чирлидером были там мужчины. Да, и первый чирлидер был Джонни Кэмпбелл из Миннесоты, студент медицинского факультета. Как это выглядело? Они также стояли у трибун, кричали речевки, поддерживали, но затем уже постепенно они включали там уже гимнастику, танцы. Именно мальчишки? Да, мальчишки. Когда в 40-е годы мальчики ушли на фронт, и 90% стали именно женщины. И потом как бы девушки стали, ну, заняли вообще все вот это. Вот. Но мужчины потом тоже вернулись, и, к примеру, девушки танцы, а мальчики акробатика и гимнастика. Но в современной культуре, так может, все-таки больше девушки, да? Да, сейчас в основном популярность среди девушек. Вот костюмы яркие, красивые. В основном мальчики это брюки, футболки, майки. А в Кирове, я так понимаю, что в 2011 году? Да, в Кировской области в 2011 году, а в России чилинг появился в 1995 году только. Вот. А как вид спорта он стал в 2007 году. Совсем недавно еще. И все это появилось вместе с американским футболом через детскую лигу. То есть как только американский футбол в России, в Кировской области пришел, в частности, также через это. Ну и сейчас, я думаю, что вы выступаете и на других мероприятиях, и на футбольных, и на баскетбольных, и ММА, я так понимаю, да? Вы тоже открывали. Да, вот так вот уже немножечко забегая вперед. Мы с вами проговорили о том, что вроде как сначала появлялся чилинг, а вот потом он уже становился спортивным движением. То есть вот такие вот две разные направленности этого движения. Давайте о каждой из них поговорим. То есть в первую очередь изначально чилинг как форма поддержки команд. Да, как группа поддержки спортивных команд. Это проявляется в чем? Просто выступление, поддержка на матчах, когда девушки выходят и там поддерживают, кричат в эти речевки, заводят публику, подбадривают саму команду. Зрители также? Да. То есть форма одежды, к тому же в этом случае, это традиционное, вот того или иного учебного заведения, от которого выступает команда? Да, клуба яркая, позитивная. Открытая. Да. Ну, привлекает, чтобы привлекала, заводила публику, давала эмоциональную такую разрядку между фанатами клубов. Вот, важная деталь. Топики, юбочки, платье, кротенькие. Чтобы люди не скучали на трибунах, также поддерживаем, заводим, чтобы не скучно было во время тайма. То есть это в середине игры, в середине мероприятий вы как раз выходите. А речевки вы используете, вот именно в вашей деятельности? Да, да, используем. А вот можете еще что-то не вспомнить? Можем. Мы вместе мы с ним? Нет. Мы можем вот сказать сейчас четвером про Киров, к примеру, да? Киров, Киров. Все, зарядились мы на новые победы. Идем дальше. А теперь давайте поговорим о спортивной направляющей. Чирлидинг как вид спорта. Ну, для многих моих знакомых, с кем мы обсуждали эту программу, было удивительно, что на самом деле это является видом спорта. Потому что оказалось, что это такое больше развлекательное мероприятие. Расскажите вот именно о спортивной составляющей. В чем она заключается? То есть есть какие-то нормативы, есть какие-то соревнования? Есть правила, чирлидинг делится, получается, тоже на два направления. Сейчас это как чирлидинг и перформанс. Чирлидинг это вот как раз, когда мы выполняем акробатика, гимнастика, пирамиды, станты. А перформанс это уже ближе к танцам. Это направление, к примеру, курит-перуэты, прыжки, лип. Дальше у них растяжка хорошая, хореография. Вот, хип-хоп туда же, джаз-модерн, вот все вот эти направления танцевальные, это все относится к перформанс. И все эти направления вы используете в своей работе, да? Ну да. Вообще чирлидинг лучше считать, когда вот именно вот эти вот станты, пирамиды, как вот с США нам пришло вот это все. Вот я считаю, что это чирлидинг. А вот перформанс это просто уже направление его. Это просто его разбили, чтобы больше приносило дохода. Ну, федерация, по сути. Вот, я так считаю. Ну, мы выступаем как группа поддержки спортивных команд и как вот именно спортивная команда. Мы выступаем и на соревнованиях, и поддерживаем нашу сборную команду по баскетболу. Ну, мы также выступаем на культурно-массовомероприятиях города и университета. То есть имеем два направления сразу. И группа поддержки спортивных команд, и чирлидинг, получается, как. И чирлидинг как спорт. Да. А как спорт, у вас свои какие-то соревнования есть, вы участвуете? Есть, и в Кировской области, и в России, и в мире. Значит, в Кировской области были совсем недавно, это 4 февраля, мы принимали в них участие. Так. Там номинации были чир, взрослые, чир-дети, юниоры, юниорки, групповой станд, даже был смешанный станд. Вот. Ну, команд не так много, как бывает, но в Кировской области, в принципе, чирлидинг уже зарождается, и команд все больше и больше с каждым годом. В том году не так было много, как в этом. А команды все кировские были? Команды кировские. Да, и как вы себя показали? Ну, у нас первое место. Можно. Молодцы и поздравляю. Расскажите, то есть дальше Кировской области куда-то вы ездили, может быть, планируете поехать? Мы планируем съездить в Нижний Новгород. На Кубок ПФО. Да, Кубок ПФО. Он будет... Это впервые у вас будет? Ну, наши команды, да, выездные будут впервые. Вятго, да, а лично наши нет. А куда вы ездили вот еще вот в вашем небольшом коллективе? В Нижний Новгород также. В Перь. Ну, это был чемпионат России. В Перьме был чемпионат России. В Нижнем Новгороде. Ну, не Кубок Союза Черлинга, Россия. Да. В Нижнем Новгороде. Но мы несколько раз ездили. В 13-й, 14-й, 15-й год несколько раз ездили. И в Перьме также. Сейчас в Нижнем Новгороде у вас будет Кубок ПФО получать, да? Да, он будет 1-го апреля. 1-го апреля. Так что все будем болеть, держать кубочки за вас. Мы будем стараться. А расскажите, как проходит соревнование? То есть это вот именно по чирлидингу, без перформанса, о чем говорила Маргарита, без всяких этих дополнений, элементов в шоу. Что судят? Обязательно. Это кричалка. Черпорца называется. Дальше идет... Черпорца? Черпорца. Это кричалка. Дальше обязательно должны быть прыжки, акробатика, станты, пирамиды, выбросы, синхронность, артистизм. Вот. И воздействие на публику. Если аплодисменты были, там публика покричала, добавляют баллы за это. Мы должны все-таки... Заводить, да? Да, заводить. Вот. Так вот. То есть довольно-таки серьезный вид спорта. Да, и травмоопасный. Да. А как вы тренируетесь, расскажите? Мы тренируемся четыре раза в неделю. По два часа. Значит, в нашей тренировке это обязательно растяжка, прыжки, акробатика, станты, ну и пирамиды. Станты, напомните, пожалуйста, что такое. Стант – это такая мини-пирамидка, где две базы – флайер и споттер. Споттер – это страхующий. Флайер – это верхушка. База – это те, которые держат. Это называется стант. Ну, похоже, наверное, синхронное плавание, но только без воды. То есть все вот эти вот красоты вы только делаете на надземном пространстве. На высоте. А пирамиды ближе, как к акробатике ближе. Черлин ближе, как к акробатике. А пирамида – это как, получается, соединенные станты. Если девочка схватила другую девочку за руку, то это считается уже пирамида. Вот. Ну, даже не за руку, а за любую часть тела. Это считается, что они уже два несколько станты. Уже скреплены. Да, и это пирамида. А есть у вас тренеры, или вы самостоятельно учитесь, тренируетесь? Да, мы вместе с сестрой, это Лолита и Маргарита, мы вместе тренируем сборную. Мы проходили курсы много раз в Нижем, в Перми. Вот. И учимся на спортфаке. Да, то есть у нас есть опыт, и от тренера перешел, как это все проводить. Да, и не в первый раз. И ездим на соревнования, и понимаем, и проходили судейство, и обучение. Отлично. Давайте перейдем к атрибутике вашей. Что вы используете в вашей работе? Да, как экипировки. Вот то, что сейчас на столе лежит, те, кто смотрит видеозапись, наверняка это видят. Мы простые, смертные, называем это помпоны. Как это называется, вы говорили мне на самом деле? Пипедастры. Называется пипедастры. Еще раз? Пипедастры. Пипедастры. Да. Вот, очень красиво. Вы сами их делаете или покупаете? Нет, мы покупаем, хотя у нас были самодельные. Самые-самые первые. У нас были самодельные из мусорных пакетов. Мы замучились, если честно, делать, потому что там много пакетов, их надо разрезать. И то есть, проще, конечно, заказать, но эти вообще, честно, все замучились, все там начали уже психовать, когда мы это делали. Но в итоге все доделали, все успели к последнему дню. Силовой вырабатывается. И нам почти не пригодились, потому что пришли вот эти новые помпоны, и мы почти теми не пользовались. Взря старались. Это самый первый атрибут. Следующий атрибут обязательно у чирлидера — это бант. Самые красивые, да, именно в чирлининге, как спорт, тоже быть бант. А что это? Это вот бант? Это и есть бант? Их очень красиво делают всякие стразы, там, палетки. Ну, кто как хочет, так и украшают. Они очень большие, смотрятся на голове. Чем ярче, тем лучше, чем больше, тоже тем лучше. Вот если ты чирлидер, у тебя красивый бант, это просто вау. И еще важно закрепить, чтобы он не отвалился в процессе. Да, да, на резиночке там. Следующие атрибуты, которые должны использовать в чирпорце, то есть в кричалке, это таблички, флаги, мегафоны, талисман даже, есть игрушки. У нас тоже есть талисман вилдгу, это совуш. Обязательно без них, ну, чирпорца уже, ну, не такая зрелищная, потому что нужно воздействовать на публику обязательно, за это дают баллы. Обязательно. Что-то еще? Помпоны. Помпоны. Ну, в принципе, думаю, все. Ну, и форма у вас желто-синий, и желто-белосиний. Да, цвет вятгу. И помпоны синие тоже. Цвет костюма. Цвет костюма. Отлично. Давайте расскажите, пожалуйста, еще в каких мероприятиях вы еще принимаете участие? Вы говорили, что спортивные. Обязательно. В каких вот недавно можно было вас видеть? Недавно в субботу мы выступали на чемпионате области по смешанным единоборствам ММА. Вот. Это не первое наше выступление на них. Мы уже второй раз выступаем. Нам очень нравится. Публику заводить. Дальше мы выступаем на баскетболе, хоккее, регби, бокс, самбо. Американский футбол был еще. Да, мини-футбол. Можно долго перерезлять. Вот. Ну, и на культурных мероприятиях университета. Даже в городе мы выступали на вязких холмах. Да, помним вас там. Вот. Девчонки, как вы считаете, вообще вот черлидинг в частности, он способствует привлечению аудитории и вообще привлечению внимания к спорту? Сейчас же у нас, как знаете, многие уже ратуют за то, чтобы спорт развивался, спорт в массе, спорт... Чтобы был прям в каждом дворе, чтобы каждый занимался этим. Это является привлечением? Конечно. Во-первых, в группе поддержки обычно строенные, красивые девушки. Всем хочется попасть туда, также танцевать красиво, привлекать внимание. Все-таки девочки у нас подкачанные, все красивенькие. Занимаемся мы четыре раза в неделю. Два из них это тренажерный зал. Да, тренажерный. Вот, вот. То есть выкладываем фотографии, все это как бы мотивирует людей, все хотят в команду. Вот. В наборе, когда объявляли набор, много очень девочек хотелось к нам попасть. Да, у нас ограниченное количество тоже. Да, потому что уже был даже перебор, и я не брала девочек в команду, поэтому вот. Но набор у нас, в принципе, каждый год. Каждый год вы являетесь. А если девчонки, допустим, соберутся, захотят свою команду создать, это реально? В университете? В университете, допустим, или в каком-нибудь другом университете. Реально. Или школьная команда. Можно, все это можно. Мы должны развивать Чирлинг все вместе. Конечно. Команд в Кировской области пока очень мало. А как это сделать? Как собрать команду? Как научиться? Мы можем помочь вместе с Федерацией Чирлинга Кировской области сделать мастер-класс. Прийти в школу, рассказать о Чирлинге, показать. Ну, провести тоже мастер-класс и людей привлечь к этому больше. Думаю, уже идет обучение тренеров. Детям это интересно, особенно девочкам. Конечно. Танцы все-таки. Можно провести обучение, позвать людей, которые этим хотят заниматься, им рассказать все. И пускай идут дальше. Это же прекрасная возможность девчонок вовлечь в физкультуру в школе. Конечно. Потому что немногие девочки, на самом деле, это любят. Как дополнительная секция. Попоны привлекают, они яркие такие, светятся. Красиво. И форму красивую создать, и мальчишек поддерживать. Все их тренировки, все их занятия, соревнования. Я считаю, что это очень здорово. Когда у вас ближайший набор будет к нам в команду? Он будет в начале учебного года. В сентябре, октябре. То есть какие-то девчонки у вас уже выпустятся, в местечке освободятся, и счастливые новые участницы команды к вам присоединятся. Расскажите, пожалуйста, вы организованы при университете. Как университет вас поддерживает? Как он вас организует? Какая помощь у него есть? Ну, во-первых, нам шлют костюмы. Не все университеты могут позволить себе. У нас вся экипировка есть, в принципе. Дальше. Костюмы, они идут по индивидуальной подзаказе, на каждую девочку. Да, нам шили студентки нашего университета технологии дизайна, факультет. То есть у них практика, а вам форма. Да. Прекрасно. Дают нам площадки, где заниматься зал, тренажерный зал. Да, рекламируют нас. То есть у нас, я думаю, в городе много кто знает. Да, это правда. И девочкам льготы. Для повышенности пензии. Для повышенности пензии, да. Баллы дополнительные. А вот скажите, пожалуйста, тоже, я вот очень хочу, чтобы сейчас каждая из вас высказалась. А для чего вам это нужно? То есть как вы дальше это в своей жизни используете? Ну, я просто занимаюсь с 7 лет спортом. И то есть как бы я уже не могу без спорта, в принципе, существовать. Потому что я закончила заниматься гимнастикой. То есть у меня был какой-то перерыв в спорте, и я пришла в чирлидинг. Вот. И то есть сейчас, как бы, допустим, это то же самое, что... Ну, то есть как не можешь без работы. Ну, зачем вы дома сидеть по выходным или в обычные дни? Лучше, конечно, заниматься спортом, как мы говорили, что надо развивать его. Это полезно для тела, для здоровья. В принципе, как бы это очень красивый вид спорта, тем более. Привлекает внимание парней. Вот. Поэтому, конечно, надо заниматься. Ну, а дальше, Марина, то есть вот закончите вы обучение в университете. Дальше тоже будете заниматься чирлидингом? Ну, да, конечно, если будет всё, в принципе. Если я останусь в этом городе, ну, даже если перееду, то всё равно буду стараться. Может быть, не чирлидингом, как бы, там буду смотреть по здоровью ещё как-то. Но буду заниматься, всё равно спортом я буду заниматься всю жизнь, в принципе. Валита, вот вы говорили, что соревнования есть для взрослых, да, чирлидинг? Как уже более, скажем так, для возрастных участниц. Взрослые — это от 16 лет. От 16. В принципе, в любом возрасте. А до скольких лет? Вот, например, в Японии даже женщины, которым уже 70 лет занимаются чирлидингом. Я думаю, все возрастом очень занимаются. Очень здорово. Очень здорово. А вот раз затрону эту тему, давайте разовьём. А в каких странах ещё что-то интересное есть с чирлидингом связанное? Вот в Америке вы рассказали, что там всё начиналось с мальчишек. А вот у нас с Кирой, кстати, есть мальчишки, которые занимаются чирлидингом? Вот на соревнованиях, которые были 4 февраля, из команды Fuggy Dance мальчики были. Они участвовали в смешанном станте. То есть мальчики поднимали девочку. И они как выступили? Ну, не первые уже, понятно. Они, как я поняла, всего тренировались 5 дней. И за 5 дней у них получилось, в принципе, неплохо. Класс. Ну, Fuggy Dance довольно-таки тоже умелые, расключенные ребята. Ну, они примерно год, наверное, год-полтора, да, они занимаются. Да. Решили тоже развить это направление. Здорово. Лолита, ваше будущее с чирлидингом связано? Ну, чирлидинг — это моя деятельность. Я учусь на факультете физического спорта. Значит, и получается, что я буду тренером, преподавателем. Вот. И буду продолжать дальше девочек тренировать вот в этом виде спорта. То есть взращивать новые-новые команды. Развивать этот спорт в Кировской области. Присывать детей к здоровому образу жизни. Обязательно. Здорово. Дальше. Ну, моя ситуация похожа немного на Марине, но всю жизнь занимаюсь спортом. И поэтому не могу просто так сидеть дома, нужно постоянно что-то делать. А чирлидинг — это очень красиво, вот поэтому меня привлекло это. А дальнейшее, ну, как служится всё в будущем, я не знаю, мне кажется, не получится с чирлидингом. Так как я не на спортфаке учусь, не знаю, как будет. Ну, то есть чирлидинг даёт как и почти, ну, практически любой спорт. Здоровье, санку, красоту, физические и науки. Может быть, дети будут заниматься. Конечно, детей отправляйте. Да, да, к нам. Валерия, вы как дальше будете? Чирлидингом я тоже уже седьмой год, и я не могу, если я куда-то в другой уйду, спорт, мне кажется, я уже не смогу. Мне нравится заниматься чирлидингом. Это как вторая семья. Согласна. Ну, вот, когда приходишь на тренировку, о своих проблемах забываешь, и они, как уже девчонки родные, и поэтому всегда объединяемся, всегда вместе, и безумно нравится заниматься именно с этими девчонками чирлидингом. В дальнейшем, думаю, если будет возможность, то, конечно, я буду ходить. Даже если буду работать, я всё равно буду заниматься. Если даже. То буду, конечно, ходить в чирлидинг. Да, продолжать. Диана. Ну, я не знаю, будет ли у меня жизнь связана с чирлидингом. Я занимаюсь часто, потому что мне это нравится. Но хочу рассказать историю. У нас была с девочками, с Ритой и Лолитой такая идея открыть свою школу чирлидинга. И там продолжать тренировать детей. Вот, не знаю, осуществится ли это, но очень хотелось бы, чтобы продолжилось. Мы попробуем. Да, мы обязательно попробуем, так как мы обучаемся на спортфаке, у нас есть навыки, у нас есть опыт общения с детьми. Мы же практику проходим. И мы постараемся воплотить эту идею в реальность. Я пожелаю вам удачи. Маргарита. Ну, я продолжу дальше развиваться. Вы же понятна, будет ли школа у вас. Чирлидинга. Да. Будем вместе с Лолитой и с Дианой организовывать деятельность. Также попробуем себя в судействе, да, не только тренерство, но и судейство. Поможем своей федерации. Да. Поможем своей федерации в развитии и вообще в регионе Кировской области. Вот. И хочу сказать спасибо тренеру, бывшему Антону Валиде Леонидовне, что она нас позвала в эту сферу. Огромное спасибо. Пускай дальше продолжают развивать это в Белых Холуницах. Они сейчас там очень популярные. Вообще, если среди всех видов спорта, они самые популярные. В Белых Холуницах. Да. Даже сейчас из других секций девочки хотят. Да, переходят. Переходят, да. Из волейбола, кто там девочки занимается. Этим летом им присвоили кандидата мастера спорта по чирлидингу. Да, молодцы. Они, вот если сравнить, какие мы, ну, наша команда и их, ну, блин, это небо и земля все равно. Но они очень давно занимаются и немного добились чего. Вот. И на Россию поедут. Всего пока два года, да. А им, получается, уже семь лет, как бы, вот. У вас еще все впереди. Я, если честно, поражаюсь, как такой вот женский коллектив и говорю, что одна семья. Как вы обходитесь без ссор, без споров. Это невероятно просто. Это умение работать в команде. Да. Мы этому учимся. Здорово, молодцы. Ну, что я желаю вам тогда успехов. Желаю открыть школу, как вы этого хотите. Желаю, чтобы, на самом деле, на многие-многие мероприятия, на все мероприятия вас приглашали. Но все-таки пусть конкуренция эта тоже появляется. Конечно, да, конечно. Пусть появляются, девчонки, команды другие, которые смогут тоже показать себя. Потому что челлидинг, на самом деле, я согласна с вами, он во многом способствует развитию и спорта, и привлечению зрителей к спорту. Так пусть будет так. Да, девчонки, еще раз спасибо вам, что пришли. И вам молодцы. Спасибо. Спасибо тебе. А нас посмотрят, и еще больше людей захотят заниматься челлидингом. Так точно. И в вашу будущую школу тоже придут. Все еще раз спасибо. Удачи вам. Будущих побед. Успехов. Спасибо. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Возрастное ограничение мероприятия 6+.